Благоустройство спортивного комплекса «Заря» продолжается. После окончания режима самоизоляции торжественно откроются новые площадки. А у входа в главные ворота на асфальте появились изображения для детских подвижных игр. Подробности у Ирины Поломарчук. С самого утра здесь работают художники-дизайнеры. Сейчас они делают разметку для нанесения рисунков на асфальт. При составлении эскизов девушки обращали внимание на то, чтобы работа получилась яркой и красочной. Очень рада, что нас пригласили. Творческая работа, она всегда интересная. Пока еще не успели ощутить жару, пока ветерок, поэтому это нас спасает сегодня. Ну, в общем, получаем удовольствие от того, что в дальнейшем здесь будут заниматься детишки и радоваться так же, как и мы радуемся своей работе. Были учтены различные моменты, которые просил заказчик. Это игры на асфальте, на которых будут прыгать дети, что-то такое подвижное, интересное, яркое. Поэтому как-то предоставили несколько вариантов и выбрали. Ракета, змейка, божья коровка и гусеница – это не просто рисунки, а мини-квесты. В каждом изображении есть спортивная задача. Например, всем известные классики. Все это оформлено красочно, на их вкус, на вкус молодежи. И различные игры на месте, которые, ну, к спортивным будем иметь отношение, к спортивным движениям, к спортивным достижениям каким-то. Дети могут посоревноваться здесь на асфальте. Здесь будут указатели, конечно, на асфальте указаны, потому что, получается, здесь зона семейного спортивного отдыха, о чем мы с вами говорили, ну, неоднократно. Я думаю, что мы ее практически завершили. То есть поставили эту площадку, есть игровая площадка для спортивных игр, детская площадка. То есть семья может прийти, заниматься и на этом тренажерном комплексе, и на другом, или спортивной игре. А дети могут заниматься вот на этих зонах, которые мы сейчас создаем. Несколько часов работы и рисунки готовы. Также для удобства посетителей комплекса на асфальте появились навигационные указатели.